Здравствуйте! Сегодня понедельник, 25 января. В эфире новости от Макси Маркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календарей экономических событий Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. В центре внимания инвесторов окажется январский отчет Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий в Германии. Значительный интерес вызовет также публикации в Великобритании и балансы промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за январь. Среди других новостей этого дня Европейский Центральный Банк объявит еженедельный объем покупок ценных бумаг. Центральный Банк Германии Бундесбанк обнародует ежемесячный отчет по ситуации за прошедший период. Австралия представила к этому часу декабрьские индексы делового доверия и условий для развития бизнеса. Япония опубликовала общие и скорректированные с учетом сезонных факторов сальдо внешней торговли товарами за декабрь, изменение объема экспорта и импорта, а также индексы опережающих и совпадающих экономических индикаторов. В ходе дальнейших торгов Италия отчитается по объемам промышленных заказов и розничной торговли за ноябрь. В США будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Далласа. Кроме того, во Франции и в США пройдут аукционы по продаже трех, шести и двенадцати месячных облигаций государственного долга. Сегодня же состоится выступление президента Европейского Центробанка Марио Драги. Доллар вновь укрепился к корзине основных валют в пятницу, поскольку рост ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и других крупных центробанков перевесил снижающиеся шансы на подъем ставки Федеральным резервом США. Кроме того, после заявления Марио Драги о мартовской переоценке кредитно-денежной политики ЕЦБ на рынке наблюдался всплеск интереса к рисковым активам и, соответственно, к продаже евро как к валюте финансирования сделок с высокодоходными инструментами рисковой торговли. В результате, пройдя на снижение от азиатского максимума 1,0876 почти 90 пунктов, курс пары по итогам дневной торговли зафиксировал минимум на ценовом уровне 1,0789, вблизи которого и завершил недельную торговлю. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1,0765-1,0710. Если нижняя граница диапазона 1,0710 будет пробита, евро-доллар протестирует уровень 1,0670. Далее ожидаем возобновления восходящего движения пары к целевым уровням 1,08-1,0820-1,0850. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Редактор субтитров А.Семкин но в меньшем объеме. Тем не менее, полученный негатив был несколько нивелирован выходом позитивной статистики по сокращению заемных средств для финансирования государственного сектора. Объем заимствований в госсекторе снизился в декабре выше, чем ожидалось, и составил 6,9 млрд фунтов стерлингов против 13,6 млрд в ноябре. Дополнительную поддержку Бэккампа фунту оказало и заявление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Вейла о том, что слабое инфляционное давление, препятствующее началу процесса пересмотра ставок, может быть легко компенсировано низким курсом британской валюты. В результате курс пары продолжил восходящую динамику и зафиксировал новый максимум на отметке 1,4361. Сильные данные американской статистики на исходе дня остановили рост пары и вызвали коррекционный откат валюты, завершивший торговую сессию на ценовом уровне 1,4260. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1,4230-1,4190. Далее ожидаем возобновления подъема курса британской валюты к целевым уровням 1,4361-1,441-1,4470. К концу прошлой недели цены на золото вновь опустились ниже отметки 1100 долларов за унцию, отразив укрепление доллара США, существенный рост фондовых рынков и восстановление цен на нефть. Все это, в свою очередь, вернуло на рынок интерес к высокодоходным операциям с рисковыми активами и уменьшило спрос на золото, как на защитный актив зоны безопасности. Тем не менее, по итогам недели рост цены на золото сохранился, а в ходе пятничных торгов снижение стоимости металла оказалось весьма незначительным. К концу дня февральские фьючерсы на золото подешевели на 3,27 доллара, зафиксировав закрытие торговой сессии на ценовом уровне 1097,78 доллара за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1,098 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1,104, 1,109 и 1,117 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на линии 233-дневной скользящей средней – 1,093 доллара за унцию – часовой таймфрейм. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1,090, 1,080 и 1,077 долларов за тройскую унцию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем возобновление роста стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Заявление вице-президента Китая Ли Юанчжао о том, что Китай не планирует дальше девальвировать национальную валюту и будет продолжать интервенции на рынке акций, повысила оптимизм на сырьевых рынках и спровоцировала в том числе резкий рост стоимости серебра, курс которого от уровня дневного открытия 14,06 долларов стремительно взлетел в зону двухнедельных максимумов, зафиксировав вершину подъема на ценовом уровне 14,33 долларов за унцию. Импульс роста, однако, оказался весьма кратковременным. Укрепление доллара по всему спектру рынка привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку металла. В результате стоимость мартовских фьючерсов на серебро на торгах в пятницу вновь упала и по итогам американской сессии на Нью-Йоркской бирже Комекс составила 14,02 долларов за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по недельному уровню разворота 14,08 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъема к целевым уровням 14,25, 14,40 и 14,60 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 13,95 долларов за унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее в направлении ценовых уровней 13,87 долларов за унцию. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровнем сопротивлений.